Безусловно, потому что я совершенно точно знаю, что диаметр конденсатора, который там стоял наверху, позволял получать разрядные токи до 10 тысяч ампер. Это в импульсе, да? А напряжение, которое он получал, достигало 100 миллионов вольт. Если перемножить эти токи и напряжение, то мы получаем 1 тераватт. 1 тераватт – это энергия в импульсе, которую мог передавать Тесла больше 100 лет назад. И которую до сих пор никто не мог получить, потому что максимум, что мы передаем, это, ну, там, не знаю, 1 миллион киловатт по нашим линиям. Это в тысячу раз меньше. Сейчас же вот у нас сделали 3 миллиона вольт генератора, считай, это большая часть. А он получал 100 миллионов вольт без всяких проблем. Но мог ли Тесла передать такую энергию в район Тунгусский? Если на первых порах эта версия кажется, ну, совершенно дурацкой для современного учебного, то когда начинаешь вникать, уже зная детали Тунгусской катастрофы, начинаешь вникать в обстоятельства различные, то видишь, что это вполне вероятная вещь. Это абсолютно реально, потому что есть его патенты, которые описывают, как это делается. Но для этого надо иметь несколько башен. Ну, конечно, и одну башню можно иметь, но тогда точность попадания не будет очень высокой. Если Тесла действительно причастен к Тунгусским событиям, то находят объяснение и другие загадки. Так и еще за 2 месяца до Тунгусской катастрофы с мая 1908 года над Европой и Россией в небе то и дело появлялись огромные исполохи света. А за 9 дней необычные цветные зорницы. Ночью было светло, как во время полярного дня. Свечение резко усилилось за 3 дня до взрыва. Более того, еще за несколько месяцев до Тунгусского события в небе России, от Урала до Балтики, начали появляться светящиеся раскаленные шары, своего рода уменьшенные копии тунгусского тела. Что это было? Пробные пристрелочные включения аппаратуры Ворденклик? В то время загадка шаровой молнии очень многих тревожила. И одним из самых успешных, как говорится, физиков, ученых, которым удалось приблиться к ее разгадке, был вот как раз Никола Тес. Ему одному единственное удалось смоделировать эти огненные шары в лабораторных условиях. Уже окрыленные вот этими успехами в исследовании физики плазмы, Никола Тесла задается вопросом, а нельзя ли эти эффекты повторить уже, как говорится, в пространстве, в глобальных масштабах. Гипотеза шаровых молний при объяснении тунгусского феномена была всегда. Она отчасти объясняет и загадку траектории сияющего тела. Синими стрелками показаны направления полета так называемых тунгусских болидов, собранные по свидетельским показаниям жителей, населения, которое здесь вот тогда обитало, в 1908 году. И собраны эти данные были самыми авторитетными свидетелями. Ни один метеорит не может одновременно двигаться по нескольким траекториям сразу. Маневрировать метеориты тоже не умеют. Другое дело плазменное образование, мощные шаровые молнии. Нельзя исключить, что именно эксперименты Тесла оказались своего рода спусковым крючком, который высвободил огромные мощности природного электричества. Еще в конце 19 века геофизики, изучая магнитные аномалии, предположили, что между ионосферой и земным шаром протекают сверхмощные токи неизвестной природы. Сегодня эти токи регистрируются. И вот перед вами прибор, первый прибор, который позволяет их просто явно регистрировать. И эти проводники, я их иногда называю нитями Теслы, вот эти проводники позволили, на мой взгляд, реализовать те чудесные явления, которые демонстрировал Тесла. Некоторые из этих сверхпроводников, судя по всему, имеют кольцевую конфигурацию. Нью-Йорк находится вот здесь, на восточном побережье Соединенных Штатов. Токи, которые возбуждают земное поле магнитное, кольцевые. Простейший расчет показывает, что это кольцо проходит как раз через Тунгуску. Тесла своим генератором, башня Вундерплиф, целая система там мощнейшая была, зажигает по существу разряд в большом пространстве. И кольцевой ток, проходящий над Нью-Йорком, возбуждается, возбуждается вот этот носитель. И энергия передается в район подгамени Тунгуски, где мы можем наблюдать разнообразные явления, причем задолго до так называемого падения Тунгусского метеорита. Если Тесла догадался до существования этих невидимых токов, то он мог рассчитать с точностью до градуса место вхождения кольцевого тока в поверхность Земли. Через семь лет после Тунгусских событий Тесла скажет. Практическая передача электрической энергии без проводов и производство разрушительного воздействия на расстояние, безусловно, возможна. Я уже конструировал беспроволочные передачи, которые делают это. Мои навыки продвинулись так далеко, что воздействия большой разрушительной силы могут быть переданы в любую точку земного шара, определенную заранее с большой точностью. Недавно выяснилась весьма любопытная деталь. Оказывается, в первой половине 1908 года, то есть за несколько месяцев до Тунгусского взрыва, Тесла неоднократно заказывал в библиотеке Конгресса США подробные карты Центральной Сибири. Зачем? Им целенаправленно был рассчитан регион с принципиально малой заселенностью, куда сигнал с башни Ворденклеев был направлен. Он в настоящее время числится в виде феномена Тунгусского метеорита. Сегодня можно с уверенностью утверждать, у Теслы были и мотивы, и возможности, чтобы вызвать Тунгусский феномен. Часть третья. Тайная жизнь Николы Теслы. Гениальный серп совершил прорыв не только в электроэнергетике, но и в других областях. Многие его идеи и разработки настолько опережали время, что при жизни ученого не могли быть реализованы. Не было соответствующих технологий. Вот только некоторые из них. Радиоуправляемые торпеды и летательные аппараты. Реактивные самолеты. Летательные аппараты вертикального взлета. Суда на воздушной подушке. И многое другое. Работы Николы Тесла, безусловно, были интересны военным. Поэтому с самого начала его деятельности он всегда был в поле зрения, как армии, различных государств, так и спецслужб. Отдельные его наработки удалось себе достать немцам. С немецкими учеными Тесла сотрудничал до середины 30-х годов. Преподавал в Германии и даже демонстрировал свой левитатор Герману Герингу. Подробности этой деятельности Теслы неизвестны. Однако факт. Многие разработки, которые обеспечили колоссальный технологический рывок Германии в 20-40-е годы прошлого века, странным образом напоминают идеи Теслы. Так ракеты и летающие диски Третьего Рейха заставляют вспомнить летательные аппараты Николы Теслы, о которых он говорил еще в 1908 году. Это будут летательные аппараты на совершенно новых принципах. Из газовых баллонов, крыльев или воздушных винтов. На высоких скоростях они будут перемещаться в любых направлениях, независимо от погоды, воздушных ям и нисходящих потоков. А идея вихревого двигателя Шаубергера для немецких дисков прямо перекликается с идеей сверхлегкой безлопастной турбины Николы Теслы, предложенной им еще в 1906 году. В свое время Тесла был в близких, даже в приятельских отношениях с некоторыми немцами, работавшими в США, которые впоследствии были изобличены как немецкие шпионы. Не исключено, что Тесла делился с ними не только своими планами, но и результатами предыдущих экспериментов. Не потому ли Третий Рейх проявил повышенный интерес к Тунгусскому феномену? 1942 год. Самый разгар Второй мировой войны. В районе Тунгуски местные жители задерживают и передают органам госбезопасности подозрительного субъекта. На допросе выяснилось, что он научный сотрудник Берлинского института, занимающегося вопросами мистики. Большего узнать не удалось. Немец покончил с собой, повесившись на самодельном жгуте. Специалисты полагают, что это был сотрудник Аненерго, самой загадочной организацией Третьего Рейха, которая занималась исследованием магии и новейшими технологиями. Тесла сотрудничал не только с немцами. Как доносил агент ФБР, ученый был членом тайной организации «Друзья Советской России» и пытался продать свои изобретения новому режиму. В 1934 году Тесла пишет своему другу. «Русские хотят обезопасить свои границы. И я сделаю им предложение, которое сейчас рассматривается». Что имел в виду Тесла, мы не знаем. Однако известно, что в 30-е годы он работал над проектом многоцелевых станций, способных защитить границы любого государства. Электронный щит, говорил Тесла, будет действовать совершенно на новом принципе и новом типе энергии. Он говорил так, что энергия будет передаваться не в виде радиоволка, а в виде некого луча. Скажем, луча толщиной в 100 миллион человеческого волоса. И эта энергия будет способна, как если точно говорить словами Тесла, плавить двигатели самолетов на расстоянии в 250 миль. Из документов ФБР США известно, что в следующем, в 1935 году, за проект лучевого оружия через представителя Амторга советского разведчика Аршака Вартаняна, Тесла получает от Советского Союза чек на 25 тысяч долларов. Есть сведения, что через полтора года Тесла приезжал в Москву и демонстрировал опытный образец своего оружия маршалу Тухачевскому. В 1949 год. В район падения Тунгусского метеорита под видом геологической партии отправляется сверхсекретная военная экспедиция, организованная по личной инициативе Лаврентия Берии. Ни о какой метеоритной гипотезе речь не идет. На секретном совещании будущим участникам экспедиции Берия заявляет. Мы не собираемся искать этот самый метеорит. Ваша задача – оценить параметры взрыва и прочую физику. Нас интересуют чисто прикладные вопросы этого события. Результаты экспедиции и выводы в открытой печати никогда не публиковались. Все отчеты бесследно исчезли в архивах НКВД. Но, судя по всему, посылая военспецов на Тунгуску, Берия знал, что катастрофу вызвал не метеорит. Кто мог быть источником такой информации? Не так давно стал известен сенсационный факт, за который в свое время многое бы отдали спецслужбы Соединенных Штатов. Оказывается, в 1939 году знаменитый физик Роберт Оппенгеймер тайно посещал Советский Союз. И останавливался будущий отец американской атомной бомбы не где-нибудь, а на даче у наркома внутренних дел Лаврентия Берии. Как вспоминал сын Берии Серго, Оппенгеймер жил у них на протяжении двух недель. Известно также, что в конце 30-х годов Оппенгеймер работал в совершенно секретном проекте, цель которого сделать американские военные корабли невидимыми для вражеских радаров. В этом же проекте принимал участие и Никола Тесла. С помощью его генераторов предполагалось создавать вокруг кораблей своего рода электромагнитные пузыри и краны, которые отводили бы внешнее излучение. И Тесла, и Оппенгеймер симпатизировали Советскому Союзу. О своих экспериментах 1908 года Тесла вполне мог рассказать Оппенгеймеру, а тот, в свою очередь, поделиться этим с Берией. Передача энергии на расстояние не могла оставить Берию равнодушным, ведь это идеальное оружие массового поражения. Для председателя спецкомитета по атомному оружию совсем по-новому зазвучало высказывание Теслы, сделанное в том самом Тунгусском году. Уже сегодня могут быть построены беспроводные энергетические установки, под действием которых любая область земного шара может быть превращена в непригодную для проживания. Не исключено, что именно такая цепочка событий привела к секретной экспедиции 1949 года. Начиная с 1912-го, Тесла ведет странную двойную жизнь. Американский гражданин, он занимается закрытыми исследованиями для США и одновременно предлагает свои секретные разработки Англии, Германии, России. Трудно, конечно, да, вот с современных наших меркантильных позиций понять Николу Теслу, как взять гениальное изобретение, тем более относящееся к вооружениям, и взять его, подарить потенциальному противнику. Что двигало Теслой? Жажда наживы? Маниакальное стремление к разрушению? Или беспринципность ученого, которому все равно, где реализуются его идеи? Часть четвертая. Продолжение следует...